Ну, послушайте, любое ухудшение ситуации с работой, несмотря на крайне низкую мобильность российского населения, из-за бедности и плохой инфраструктуры, включая возможность где-то переночевать, но понятно, что в любом случае, при любом ухудшении конъюнктура народ бежит в мегаполис. Это понятно. У нас в кризис 2008 года, у нас не то, что таксисты были из других регионов в Москве, да и сейчас есть, у нас сотрудники ГИБДД приезжали на заработки из других регионов трясти богатых москвичей. Сейчас уж вряд ли, но тогда была история, когда машину с правильными номерами и с мигалкой, чуть ли не фельсвязи, тормознули на Кутузовском проспекте, якобы за превышение скорости, и люди вышли с пистолетами, потому что было понятно, что бандитское нападение, и просто вопрос, откуда сейчас нападут бандиты. И, скорее всего, даже не бандиты, а шпионы. И когда они обнаружили бедного гаишника откуда-то из-под Воронежа, из сельской местности, то это был просто праздник. Но сколько такого народа у нас спаслось и без этого. И естественно, что и криминал, и все, и то, что большое количество гастарбайтеров уехало, никого не должно возить в заблуждение, никого не должно расслаблять, потому что дружба народов – это, конечно, хорошо, но реальность тоже забывать не надо. И люди живут очень бедно, люди живут на птичьих правах, стройки закрываются, далеко не все возвращаются домой, многие оседают здесь, и если это гоп-стоп, то это хорошо, это минимум. Безусловно, при тайком правительстве к правительству Медведева, вот если их сейчас заменить, вот сегодня заменить, то год мы еще будем просто падать дальше, потому что экономика системы инерционная, так что кризис – это всерьез и надолго, и ждать, когда все это кончится, не надо. В ближайшие два года будет только ухудшаться. Просто вот только. Ну, вы, конечно, можете попасть, как говорили в 18-м веке, в случае, то есть у вас может начаться какая-то стройка, все это бывает, все это бывает, все это хорошо, но в общем случае будет только ухудшаться.